Здравствуйте, меня зовут Дарья Тлавенкова, замедитель главного архитектора города Казани. Сегодня у нас в городе очень знаменательные события, на самом деле редкость. К нам в город приехал французский ландшафтный архитектор Мишель Пина. Мишель Пина – это мирового уровня ландшафтный архитектор. Я зачитаю, потому что я не успела этого выучить. Президент культурной ассоциации в Ницце, выпускниц высшей школы ландшафта Версали, президент французской федерации ландшафтных архитекторов, член учета совета ЮНЕСКО в области ландшафта, кавалер ордена за заслуги в области сельского хозяйства и консультант ассоциации мэров Франции. В портфолио Мишеля насчитывает, он вам сегодня покажет все свои волшебные проекты, от которых лично у меня захватывает дух. И таких специалистов, как Мишель, нам с вами еще растить друг из друга, потому что этот симбиоз знаний конструктива, знаний экологии, знаний ландшафтоведия, дендрологии и просто архитектурной эстетики я не встречала. Поэтому я вас всех поздравляю с этим заметным событием. Мишель будет проектировать парк на Сибгата Хакиму около Чаши. Пока парк в процессе, но Мишель приехал как раз с рабочим визитом, и есть редкая возможность сегодня нам с вами его послушать. Все, я передаю слово. Мишель, welcome. Даша, спасибо большое за представление. Я сделаю вам презентацию на французском, и Маргарита Ильичева, моя коллега. Анжафтный архитектор, поможет с переводом. Donc, c'est un plaisir de venir vous voir ici, de vous voir aussi nombreux. Je suis très flatté. С большим удовольствием я приехал и пришел на эту лекцию. Рассказать вам о своем опыте. Alors, je vais profiter d'une présentation que j'avais fait pour plusieurs villes russes et même д'Alбании, sur l'idée qu'il est possible de transformer les villes pour les rendre plus naturelles. Я использую одну презентацию, которую я уже увидела, увидела мир, и она посвящена теме, трансформации общественных пространств. Donc, parce que notre métier d'architecte paysagiste, qui a maintenant pas mal d'années derrière lui, en France, 35 ans, à 40 ans, on a beaucoup travaillé maintenant sur la requalification des villes avec une vision paysagère plus que strictement architectural. Et nous подходons à la transformation des пространств именно с точки зрения de l'architecture de l'architecture, de la transformation des villes, des paysages. Alors, j'ai mis deux exemples qui sont à Paris, où j'ai beaucoup travaillé, et puis à Nice, où vous pourrez aller. Il y a beaucoup de russes qui peuvent vous attendre là-bas et où on verra le travail qu'on a fait. Я сегодня покажу вам два больших примера. Один пример в Париже, другой в Ницце, где, кстати, живут много русских людей. Alors, j'ai mis « imaginer a green net », c'est vraiment, il faut qu'on arrive à penser la ville en réseau vert et en réseau qui va connecter les différents parcs, ce qui est la logique aujourd'hui de Kazan, qu'on est en train de mettre en place. Et ce qui объединяет ces примерs, c'est la conception de la zone de zéloignée, de zéloignées связées au город. Donc, comment on va travailler dans le futur futur et en Kazan ? Il faut utiliser, évidemment, le site naturel, la Kazan, c'est la Kazanka, et il faut réutiliser la géographie pour reconstituer de vrais réseaux, de vrais nets naturels. В проекте нужно отталкиваться от природного богатства, природных ресурсов, места. Здесь, в данном случае, в Казане, у нас есть акватория Kazanki, над которой мы работаем. Donc, sur Kazan, je dirais, c'est relativement possible, parce que ce sont des berges aujourd'hui en pleine terre, en nature. À Paris ou à Nice, c'est souvent sur des dalles de béton et dans des milieux très artificiels. В Казани, эта трансформация будет проходить более мягко, потому что у вас сохранился более природные ландшафты, природные покрытия. Alors, j'ai pris des exemples un peu caricaturaux qui montrent vraiment des espaces impossibles et qui demandent beaucoup de techniques et de goûts pour les transformer en jardins. Я взяла такие достаточно caricaturные примеры, которые показывают, что можно преобразовать пространство, даже отталкиваясь от самых экстремальных и суровых условий, чтобы создать там живое, посещаемое общественное пространство. Évidemment, notre rêve ultime serait que la ville devienne un jardin, un jardin habité. И наша такая высшая мечта, это чтобы город стал ближе к городу-саду. Alors, en 2016, j'ai réalisé une exposition qui s'appelle « Les jardins d'Orient» à Paris. В 2016 году, я реализовала, в числе прочих людей, артистов, экспозицию, « Les jardins d'Orient», sur « Les jardins d'Orient». Которая называлась « Сады Востока». Pour « Les jardins musulmans», puisqu'ici, on est dans un territoire moitié musulman, moitié chrétien, et c'était vraiment une exposition sur « Les jardins musulmans» à Paris. Которая была организована на площади перед Институтом арабского мира в Париже. Donc, on voit ici, la scène passe ici, et ça, c'est l'Institut du monde arabe à Paris, qui a été réalisé par Jean Nouvel. Вот это вот как раз здание, реализованное, построенное Jeanne Nouvel, architectorом. Mais Jean Nouvel, il n'est pas très écolo, et il a fait une grande dalle en béton devant l'Institut du monde arabe. Jean Nouvel, он не особо с экологией, поэтому он тут все так достаточно конкретно забетонировал. Pour pouvoir faire des expositions, au bout du compte, en plein air. И это позволило нам сделать очень классную экспозицию на открытом воздухе. Et donc, nous, on a réalisé un jardin éphémère pour 6 mois, mais il y a eu 35 000 visiteurs dans ce jardin pendant 6 mois. Alors, je vous montre le même point de vue, quelques mois après, voilà, qu'on a réalisé ce jardin. Та же точка обозрения, пару месяцев после реализации сада. Voilà, entièrement, avec uniquement des poses, sur la dalle de béton. Исключительно горшки, мы использовали с растениями, ничего не сажали. Voilà, sur le thème des jardins parfumés, avec 1500 rosiers parfumés, qu'on a fait cultiver pour ça. На тему ароматного сада, с розовыми кустами. Et pour nous, le paysage urbain, c'est de la nature, mais c'est aussi de l'art. Et on a travaillé avec un artiste qui a créé cette anamorphose. Для нас, ландшафт, это не только природа, но это также и искусство. И в этом проекте, мы работали с одним художником. Он называет себя морфолог, анаморфолог. И он нам предложил такую вот композицию. Donc, le travail avec les artistes, pour nous, c'est important, les poètes, les plasticiens, pour créer des paysages culturellement vivables. Работа с креативными людьми, с художниками, нам очень важно, чтобы почувствовать ландшафт людям, дать его понять. Et vous voyez, ce motif-là est le même que celui-là, sauf que celui-là, il fait 1 мètre, et celui-là, il fait 15 мètre. И вот, вы видите, мотивы, они повторяются, только вот в нижней части, мы на уровне земли находимся, а в верхней части, мы уже на 15 метрах высоты. И вот у нас такой получился attractивный объект, у него была также практическая цель. Вот мы сделали тут такой навес. Vous voyez, tout à l'heure, on était installés sur les pontons qui sont là. Вот мы только что смотрели с другой стороны на эту композицию. Et vous avez, en même temps, sous les parterres fleuris, des espaces de salons et d'installations pour faire des concerts. Et под навесом, у нас получился такой salon, в частности, чтобы организовать концерты. Ça, c'est un autre projet sur les voies de chemin de fer à Paris. Tout ça, c'est la gare Montparnasse. Это другой проект, реализованный на железнодорожных путях, вокзале Montparnasse, Париже. C'est 3,5 hectares, à 11 мètres de hauteur au-dessus des gares. 11 мètres. 3,5 hectares участок на отметке 11 мètres над высотой вокзала. Donc, ça, c'était avant, vous avez compris, et ça, c'est aujourd'hui. Здесь, transformation идет участка. Donc, il a fallu... До и после. Voilà, il a fallu créer cette grande dalle et on a financé le projet en réalisant ces bureaux qui sont ici. Je ne peux pas... Voilà. Les bureaux qui sont là, qui sont aussi à cheval sur le pont et qui ont financé entièrement le projet du jardin. Эти офисные здания et les firmes, которые располагаются, они нам co-finansировали полностью проект. Ça, c'est pour montrer que, yes, we can, c'est-à-dire qu'on peut, dans presque toutes les conditions, réaliser des jardins dès lors qu'on y met les moyens techniques, les moyens financiers, mais aussi les moyens techniques. Et c'est comme un exemple de l'exemple de ce que nous pouvons faire невозможное, mais, конечно, если мы объединяем идею, технические средства и финансовые средства. Alors ça, vous voyez, par exemple, une fois qu'on a réalisé la dalle en béton, c'est comme ça. Вот это, мы от этого отталкивались, у нас была такая огромная бетонная плита. Ça, c'est la tour Montparnasse. Donc, quand vous venez à Paris, vous m'appelez, on ira le visiter. Вот это башня Montparnasse. Когда вы будете в Париже, вы мне позвоните, мы пойдем посмотрим этот сад вместе. Vous téléphonez, demandez à Dasha un numéro de téléphone. спросите у Даша мой номер. Et maintenant, évidemment, c'est comme ça. Теперь это выглядит вот так. Donc, parce que on a créé une nappe pédologique, une nappe de sol. И это стало возможным, потому что мы заложили серьезный плодородный слой почвы. Потому что, en effet, c'est plus important, à la limite, что мы не видим, что в пейсаже, что мы видим. Потому что, в самом деле, это важно, это сделать и осуществление от ракинных ракетов. Потому что работа на архитектор, на самом деле, это то, чего не видно. И в данном случае, мы сделали ставку на комфорт корней и растений. И, même здесь, если мы не имеем размера земли, то я делаю, что я делаю, что я делаю в связи toutes les zones в саду, все вместе с саду, делая трус в мур, и, мы могли найти решение. И решением здесь стало то, что мы объединили полностью зоны посадки одним большим слоем, который varировал от 50 см до 2 метров, таким образом, что корни деревьев могли сообщаться друг с другом. Потому что вы видите, есть секуя, седр, и, в самом деле, они успели, что в районе земли на дале, который не очень глубокий, 80 см, несколько раз, они находились в пассажах, чтобы найти зоны, где есть больше земли. То есть мы даже сажали большие крупномеры и сажали деревья, которые, вот, секуо и кедры, вырастают до больших размеров, и они получили возможность развиваться и сообщаться друг с другом. Вы видите, это видно вверху, и все это было положено на бетон. Это вид с башни, и вот все это выросло на бетонной плите, так что, да, мы можем. И на счастье, что мы получаем, когда мы пейсажист, это мы любим vieillir, потому что деревья пустят. И нам везет ландшафтным архитекторам, потому что чем мы становимся старше, тем заметнее результат нашей работы. И мы установим такие сроки, и 30 лет после какой-то реализации, мы видим, ошиблись мы или нет. Так что, это работает, супер, мы счастливы. Здесь вроде все в порядке, все работало. Вот, вы видите, это, это на бетон что мы успели создать эти места. Вот наша бетонная плита и наш дом. И все эти элементы построены в действии для защиты. То есть все эти элементы являются технические на которых я реализовываю для того, чтобы сделать места для здания. И те элементы, которые являлись какие-то технические средства связанные с вокзалом, вентиляторы, люки. Все, мы это вывязали в саду, в какую-то экипировку которая, в принципе, нам понадобилась. Вот здесь, с этим каменными панно, у нас спрятаны огромные вентиляционные люки, и это превратилось в такой как бы арт-объект, но и имеет свое практическое назначение. Так что вот так, создавая ландшафт, мы убиваем две задачи. С одной стороны, это техническое решение, с другой стороны, это техническое применение. Вот такая атмосфера сейчас царит. Да, и почему этот сад мы назвали атлантический, потому что поезда этого вокзала, они отправляются в направлении Атлантики, во Франции. Здесь мы видим очень хорошо, очень высокие ландшафт, очень высокие ландшафт. Атлантики, это 50 метров, и эти скульптуры делают 25 метров. Здесь мы все прорисовали, вплоть до мельчайших деталей, и вот эти вот фонари тоже, здание где-то 50 метров высотой, и фонари 25. Но мы хотели, contrairement к Казань, но мы хотели, чтобы остаться абстракт, чтобы создать эти скульптуры, эволютировать море, но с абстрактой. И мы достаточно абстрактный создали дизайн, который обозначает, символизирует море. Потому что нужно считать, что ландшафт, используя дизайн, должен также быть свободным, с этой интерпретацией, онирикой, о rêвах. Абстрактный элемент, почему? Потому что мы оставим некую свободу фантазии пользователям и посетителям СААДА. И вот, вы видите, это тоже есть интерпретация, это тоже есть дизайнерные данные техники, потому что это тоже есть шампы, которые я превратил в пляже. Здесь мы тоже обошли некоторые препятствия, так скажем, есть вентиляционные люки, тоже существуют, на которых мы просто устроили вот такой вот городской пляж на деревянном декинге. Donc, il faut à la fois amener de la nature, parce qu'elle donne du rêve, и интерпретер aussi, détourner, интерпретер le sens même des choses. ИНТРИГУЛА Вот этот атлантический сад, мы его закончили в 1994 году, и вот этим фотографиям уже лет пять, наверное. Это еще один проект, который показывает в авантазии Парижа, это на трене, это couverture РЕР Парижа. Здесь мы в Париже, непосредственно его близости, и вот в этом месте проходит линия электрички, то есть она находится под этими бетонными плитами. Вот такая тренажка, немного к於кью-то ос ней�. Также любим Костин, поэтому по этой цепи, в результате для количества эфиров потребителей позволяет ей сделать проведении плоскости по количеству теорет��ичности. Вот такая первая ситуация на правильных путь на Evenfield. Вот такая вся lobster femini. Вот, к этому поводу не может взять по городу, в düşün forty-sectам ut coast и極 può давить подобное место, потому что здесь, сейчас это так, это wrap, Аналогичная ситуация, электричка находится под плитой. Вы видите, у нас есть роман в конце, он здесь, вот. Вот так же, мы играем на землю, чтобы они были одинаковыми, чтобы они были одинаковыми, чтобы они были одинаковыми, чтобы иметь все, что им необходимо. И в этом случае, лечения и лечения были сделаны в понтон, в бою, на самом деле, на самом деле, на самом деле. И вся экипировка, скамейки, они как бы плавают, порядка структурой парящей над всеми этими посадками. Вот здесь у нас другой пример, тоже недалеко от Парижа. Вот такие вот мы создали цветущие сады с японской вишней. Таким образом, мы создаем такое покрытие из крон-деревьев, которое как бы нас отдаляет от всей этой городской действительности, и мы больше не видим зданий. Вот так, вы видите, это очень просто, это очень просто. Это очень просто, это очень просто. Это очень просто, это очень просто, мы просто сделали такие вот насыпи из земли, и посадили регулярно японскую вишню. И здесь другой проект, недалеко от Диснейленда, в Париже. Вот такая у нас была парковка. И вот эти белые линии, которые вы видите, на самом деле, это, ну скажем, произведение искусства. Здесь работал художник над этим. И мы, ну, нам, в общем-то, не нравилось его такое решение. И л'артист не хотелось бы, чтобы мы сняли свою работу. И вот... И нас попросили сделать вместо парковки сад, но с условием, что мы не касаемся вот этого произведения искусства. То есть мы сохранили произведение искусства, и вот мы сделали это таким образом. Так вот, вот, мы у нас построили этот дом, и он его построили в городе. полностью мы преобразили это место я не понял и трансформация идет пространство но произведение искусства осталось не тронутым то есть мы его спрятали под воду он nous interdisait dans ce jardин toucher, он nous interdisait dans cette intervention de toucher au sol d'accord вот это общая панорама как раз таки этого сада мы построили вот такие панорамы которые помогают перемещаться с одного островка на другой то есть это Низ это для того, чтобы увидеть что мы начали работать на пременаде Пайон который находится здесь и вот эта часть и потом мы продолжали работать на улице и на натурализацию на вегетализацию здесь у нас уже примеры из Ниццы сначала мы реализовали прогулочную Пайон вот широкая артерия такая идет зеленая и дальше несколько лет после этого мы продолжили историю созданием зеленых улиц то есть это это очень важно вы видите между двух коллин есть коллин очень вегетал на Ницце мы предложили это коллин на улице это очень простой в Ницце есть два таких основных холма которые мы предложили связать с такими зелеными вязками то есть мы видим первая этапа которая была встретиться на ревиере-верте которая тоже была построена в паркинг на ревиере-верте в Ницце здесь пример прогулочной Пайон где проходит исторически горная река и следующие этапы зеленые улицы и в общем целая система вот таких вот зеленых связей в городе и также мы думали о создании поперечных связей которые нам позволяют сохранить все видовые открытия вот такие вот улицы в Ницце были изначально вот вы знаете конечно такой тип улиц здесь я с мэром Ницце обсуждаем что можно сделать и вот на базе такой улицы мы можем организовать что-то лучшее вы видите вы видите здесь в процессе мы полностью убрали одну линию парковки обслуждаем Так что это связано с работой на транспортном коммуне, в том, что в Ницце было несколько линейных трамвей, которые работают в Ницце очень хорошо, и очень комфортно. Из которого, кстати, открываются хорошие виды на море. И, благодаря этому, мы достигаем тех автомобилистов о немногих беременных машин, о немногих беременных здравоохранителей, о немногих беременных здравоохранителей. И вот этот вклад в новый модернный транспорт, нам позволяет все-таки уговорить некоторых автомобилистов пересаживаться и перемещаться таким образом. И у нас освобождается пространство для наших зеленых улиц. Ну, у вас здесь, конечно, не получится такую же растительность создать. Но, может быть, через несколько лет, с глобальным потеплением. Но здесь вполне возможно создать улицу, улицу сад, зеленую улицу с другим набором растений. Вот такие примеры. Вот здесь вы видите разницу с изображениями до и после. И вот наш большой проект « Прогулочная Пайон». Это типичный поток, горный поток, в котором большей частью года нет воды. И иногда бывают такие полноводья сильные. И, наверное, на концертных городах, как она молода, которая живет там, не только Казанка, это не имеет никакого, но и не имеет никакого отношения. И, petit веньшина, вытащит крышку. И, немного, город велика, с таким вот агрессивным проявлением природы и начинает закрывать, бетонировать, фактически, русло реки. Вот, они установлены казино, на свете, появляется казино. И, ensuite, они устроили все для паркинг, потому что на банорке, на воду, это была диктатура, на воду, это была диктатура машины. И, потом, появляется многоэтажная парковка. Все это представляете на вот этой вот горной реке. Оно полностью заблокировало движение в городе. И мы, мы все разбили. Вот, нет, больше ничего нет. Мы создаем сначала пустоту. Это все? И, потом, мы планируем с армией, и повторяем с деревьев. И, потом, мы заново посадили деревья, и, получается, мы создали реку, но в ее зеленом варианте. Вот, вот, здесь leadership. Это, видите, мы в конец узел Спасибо вамığımız усилия в мире. Вот, вот, строительная площадка, мы убрали здание, чтобы сделать наш наш дом. Оно. Попробуем, вы видите, этоicio interests? Серьезные на Wideху были какие работы проводлены. Вот это до 2013-го. В то же самое точка. Да, мы можем. Вот, пожалуйста, в 2020-го. Вот так мы открыли пространство мира, открыли вид на небо. В 10 лет существования этого сада, этот сад посетил 15 миллионов людей. Так мы работали также на мобильном, на элементы, даже на клетку. И мы работали для создания объекта, где все объекты в отношении с другим. Мы прорабатывали все до маленьких деталей. Мы создали также стиль для забора. Полностью все элементы на детской площадке, скамейки, освещение. Вы видите, даже дети. А Даша, она делает очень красивые дети. В детстве, дети, они в отношении. Это одна балея, которая идет на море. И здесь у нас тоже работал художник. В данном случае, такой кит, который смотрит в сторону моря. Мы работали с скульптуром, который делает животные, и которые, в то же время, в то же время, в то же время, в то же время, в то же время. Вот мы работали со скульптором, который делает в таком стиле скульптуры. И вот, только что я вам показывала изображение с большими трубами. Так вот, на нем мы построили такой фонтан. И мы продумывали это пространство таким образом, чтобы фонтан исполнял не только декоративную функцию, но и как бы вписывался в общую ландшафт и играл с ним. Вот это версия предыдущих дизайнеров в 2010 году, которые использовали много твердых поверхностей. И вот это наша реакция. Это просто. Вот наши видения ландшафтные, где городской ландшафт играет для всех. Спасибо. Можем, наверное, перейти к вопросам. Если есть у кого-то, пожалуйста, задавайте. Можем, наверное, перейти к вопросам. 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 Другие вопросы? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Мы можем спрашивать мнение жителей, чтобы удалить все эти здания, чтобы заново reconstruировать, разбить огромную строительную площадку. Это как консультировать медицин. Я не говорю, что болезнь я хотела бы иметь. Это немножко как я иду к доктору, я не спрашиваю, какая у меня может быть болезнь. Я все равно, как ландшафтный архитектор, конечно же, веду свои исследования, присматриваюсь, но я не могу провести опрос и конкретно какие-то там пожелания, вот именно реализовывать проекты. Естественно, я должен быть социологическим, чтобы я понимать социологическую площадку, чтобы я собираюсь социологическую площадку, и чтобы я собираюсь найти лучшую soluцию, с моей компетенцией, с моей опытом, которая будет удастся на максимуме людей, понимая, что я не будет удастся на всех. Так что да, я стараюсь прислушиваться и присматриваться, учитывая тот факт, что все равно нельзя удовлетворить всех подряд. В любом случае, в данном случае мы создавали что-то на последующие 50 лет. Знаю, что поколения меняются и что там у следующего поколения у него будут уже другие запросы, поэтому мы как-то старались даже смотреть в будущее. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 、すでに。 はい。 Спасибо. Oui, dans 50 ans. OK, donc la première des choses, c'est que moi, je trouve que si je suis là, c'est qu'a priori, il y a une stratégie positive. Si je suis là, si on m'a appelé pour venir, c'est qu'il y a une stratégie qui est justement paysagère, qui est liée à l'écologie et à l'environnement. Donc, depuis deux jours, avec Dasha, on marche le long de la Kazanka par moins 30. Donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est très positif. Je pense qu'il y a une philosophie qui se met en route sur Kazan qui est positive. Après, il faut avoir une pensée, j'espère contribuer à mettre au point cette pensée avec toute l'équipe des services, des urbanistes, des architectes. Une pensée cohérente pour réimaginer tout le paysage des bords de la Kazanka et de la ville pour qu'on entre dans le 21e siècle avec une ambition écologique et de développement durable. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait vraiment très, très long. Non, mais on a visité des très beaux parcs réalisés Dasha, qui sont des parcs très naturels, dans lesquels ils ont installé des cheminements et des équipements assez légers qui correspondent à ce que je trouve très bien. Oui, nous avons visité des parcs, dans lesquels en stade de départ, dans lesquels il y a des naturels où il y a déjà fait des travail. Je pense que c'est un moment très positif et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un moment très positif et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un moment très positif et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un moment très positif et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un moment très positif et j'aime beaucoup. Mais il y a obligatoirement des compétences qui sont différentes. Mais il y a toujours des différences sur les compétences. D'une part, nous, on est vraiment branchés sur les questions environnementales, sur l'écologie, sur la nature des sols, des pierres, des plantes, des climats. Donc on a une approche vraiment environnementale et donc c'est le milieu qui va nous intéresser avant d'être la création d'un objet ou même la création de design. Donc en France, les études sont aussi séparées. Mais sans arrêt, on va travailler ensemble après sur les projets d'aménagement et en bain. Mais moi, je n'aurais pas eu le temps dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'aurais pas eu le temps d'être à la fois architecte et paysagiste. J'ai consacré tout mon temps au paysage, toutes mes lectures, tous mes voyages à travers le monde, à visiter des jardins, à voir des sites, à comprendre l'écologie. Et je n'ai pas eu assez de temps pour vraiment tout comprendre. Donc je pense que... J'ai toute la vie consacré à la landscape, j'ai beaucoup de voyage, j'ai regardé différentes histoires, c'est de ce point de vue, et j'ai probablement pas tout le monde connaît sur la landscape. Donc il faut faire des équipes, mais il faut que chacun garde sa conviction, sa foi et sa passion, surtout. J'ai besoin d'avoir des équipes, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue. J'ai besoin d'avoir des équipes, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue. J'ai besoin d'avoir des équipes, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue. И когда вы будете работать с МАК, в Казани, как физически? Ну, хорошо, может, по-моему, а... А применим ли это концепция? Концепция вот с того начальния на Казани. Здесь немножко мы поговорим о том. Это были просто примеры. Да, Куба? Спасибо. 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 У нас есть много пенсоров, но я работаю на Казани. Я делаю в УНЕСКО, в УНЕСКО, для Казани, для Казани. Я вам показал, как я вам вначале сказала, достаточно карикатурные примеры были приведены, чтобы показать такие экстремальные ситуации, как преобразовывается городское пространство, но я очень много также работал на природных участках. И, в частности, я являюсь членом научного совета ЮНЕСКО для одного региона, Сивене называется, во Франции. Oui, это потому что я виноватся с архитектами, что я хотела бы показать, что мы могли создать природных участков, не только об оборудовании, но и оборудовании, поэтому я приведу к таким примерам. Но я могу вам, в течение трех часов, показать другие проекты, которые затрагивают изменения природных зон. Но, мне кажется, нам уже пора идти. Если Казань меня примет, я вернусь, и мы еще все повторим и усилим. И мы тогда поговорим о трансформации природных зон. Спасибо большое. Продолжение следует...